Добрый день! Приветствую вас из Москвы. Мой доклад называется «Русский эмигрант на рандеву». Исследование культуры русского зарубежья как самостоятельной дисциплины, начавшейся в новейшей России еще в годы Горбачевской перестройки, сегодня уже насчитывает солидный опыт. Три с лишним десятилетия отечественной эмигрантики – это достаточный срок, чтобы можно было говорить об определенной динамике, традициях и лакунах. Не превращая большую часть моего доклада в обзор, проделанный этим направлением работы, я замечу, что основным культурным вкладом этого времени стало возвращение архивов и восстановление из небытия многих имен отечественной культуры, так же, как и поступление в научный оборот ранее совершенно недоступных в СССР источников и документов. Все это в ряде случаев совершенно меняло картину известных событий. Свободные научные миграции 90-х годов, культурные странствия по миру с их широкой международной грантовой поддержкой, а я напомню высказывание Сергея Волконского «Странствия есть память» – это жажда нового и нового, всякое странствие человек в себе несет, потому что каждая меняет его. Или академика Лихачева «Для того, чтобы чувствовать себя свободным, человек должен иметь право двигаться, куда ему вздумается». Конец цитаты. Это, а также снятие внутри страны спецкрановских грифов, многочисленные дарения самими иммигрантами личных зарубежных архивов российским хранилищам – все это в свое время внушало долгосрочный оптимизм и уверенность в завтрашнем дне многим ученым данной отрасли. Хотелось верить, что отныне так будет всегда. Не буду останавливаться на том, насколько все эти радужные упования оправдались. Действительно, сложились центры исследования популяризации наследия российской эмиграции. Достаточно назвать Дом русского зарубежья имени Солженицына в Москве, долгосрочные фундаментальные направления данной тематики нескольких институтов РАН. Отметим также историко-культурный центр «Русская эмиграция» в Петербурге, ассоциацию исследователей русского зарубежья на Дальнем Востоке. На постоянной основе проводятся ежегодные международные научные конференции, Нансеновские и Слепухинские чтения в Петербурге, практически ежегодные конференции Дома русского зарубежья, Институты всеобщей истории РАН и других. Между тем, как в зарубежной словистике, заметим, эти исследования шли очень давно и не прекращались по тем причинам, что в Советской России. Сопоставление в мировом научном пространстве этих двух линий могло бы составить тему интересного исследования. Параллельно научному процессу освоения культурного наследия эмиграции в начале процесса в России была развернута широкая административно-пропагандистская деятельность по возвращению имен и захоронений, публикации ранее не издававшихся произведений, организации международных публичных мероприятий, проведении конгрессов соотечественников. Была оказана беспрецедентная поддержка, прославление имен определенных деятелей русского зарубежья, по большей части деятелей воинства и церкви. Увековечивалась память Солженицына как флагманской фигуры в данном процессе. Как всегда в России не обошлось без перегибов, Солженицына начали насаждать сверху и внедрять в школьное образование с явным перебором. Даже навскидку любому наблюдателю ясно, что в первую очередь объектом этого направленного державного интереса была именно первая беспрецедентная по количеству деятелей культуры послереволюционная волна русской миграции. Коренное изменение отношения к большевизму и советскому опыту в 1990-е годы, а также сам новый выбор России подталкивали исторический маятник в противоположную сторону. Бывший минус сменился на плюс. В результате в приоритетном плане изучалось и пропагандировалось именно то, что было ненавистно русской революции. То есть органы власти подключились к данному процессу, взяв на себя вопросы материального и юридического порядка, зарубежной собственности, отечественных захоронений, реституции художественных коллекций, возвращения гражданства и так далее. Но одновременно объявили о новых идеологических преференциях. В результате восстановленной летописи миграции первой волны мы имеем очевидный перекос в пропаганде исторической роли отдельных представителей изгнания, а именно белых генералов, бывших политиков царской России, философов-богословов, деятелей церкви, где каждая из названных групп претендует на положение примус интер парес. В этом смысле самый термин «русское зарубежье», активно вошедший в обиход в 90-е, стал в последнее время употребляться все больше именно в государственно-административном смысле, как Россия вне границ России, русский мир, приобретавших некое символическое значение. Сегодня большой ошибкой мне представляется то, что изначально для науки собственно человек, иммигрант, субъект исторического исхода не был изначально мерилом всех вещей. Как в свое время марксизм-ленинизм первоочередно требовал оценивать гражданина по его вкладу в развитие материальной базы общества и производственных отношений, так и ныне ценность личного зарубежного опыта во многом определяется политической принадлежностью индивида-эмигранта и его членством в зарубежном государстве вне границ России. Так в результате данного подхода отфитровываются более или менее ценные для нас эмигранты, даже среди известных интеллектуалов и творцов, так в итоге, как следствие, маргинализируются целые сферы исследований. Генерал Деникин ценнее генерала Краснова, философ Ильин, социолога Петерима Сорокина и так далее. Так появляются наши и не наши среди даже живущих эмигрантов. Кто welcome с точки зрения сегодняшних российских политических трендов, а кто нет. Таким образом, ленинский селективно-идеологический подход к культурному наследию прошлого, напомню по высказыванию Ленина, сокращая его цитату, полезно пролетариату, нужно переработать с точки зрения культуры существующей, с точки зрения миросозерцания марксизма. Итак, этот подход, селективный, отнюдь не был преодолен. Мы берем опять только нам нужное. Это не значит, что я призываю не изучать, например, наследие редких отечественных нобелевских лауреатов вовсе нет. Просто указанный мной дифференцированный подход означает оставление за бортом, пренебрежение историческими судьбами тысяч и тысяч так называемых обыкновенных людей, бывших сограждан, не лауреатов, не идеологов, политически вообще не ангажированных, попавших в страшные жернова истории XX века. Именно они составляли основной массив эмиграции. Подход, при котором выделяются только жизни замечательных людей и игнорируются по формальным признакам незамечательные, подвергался уже критике историками Гордином и Петровской. Ибо только после того, как приоритеты сменятся, на человеческие можно говорить о поистине гуманитарной науке. Из позитивных тенденций я хочу отметить проект «Люди и судьбы русского зарубежья» – пример такого гуманистического подхода к предмету исследования. Перед читателем сборников «Люди и судьбы» проходят замечательные и типические в своей жизненной сюжетике эмигрантские судьбы. Воссоздаются детализированные картины быта эмиграции, кои позволяют целостно реконструировать затем ее повседневную жизнь между двумя войнами. Этой жизнью жили все – и гении, и обыватели. И эмиграция вообще имеет свойство уравнивать всех одним коэффициентом. Прежние лавры и избранничество не работают. Цитата. «Мы тут все гости, часто нежелательные», – говорил критик Николай Чебышев. К тому же вскоре выяснилось, что они будто явились все – и гении, и обыватели – на европейскую почву из какой-то терроинкогнито. Зинаида Гиппиус в свое время писала, оказавшись в Париже уже как эмигрантка. Цитата. «Имели ли мы, русские, хоть малейшее представление, в какой степени наша литература неизвестна Европе. Просто незнакома. Никто не смотрел, никто не видал. Для них есть какая-то амрюс, о которой они себе отчета не отдают. По ее словам, светочи русской культуры, разом вытряхнутые в Европу для местной публики, цитата, «перепутанные, как шахматы в ящике». «Не знают, кто ферзь, кто конь, кто пешка». Конец цитаты. Кумирам пришлось усвоить, что они тут просто беженцы, мигранты, да еще русские, а значит, второго сорта. Унизительная бедность, правовой вакуум социально опускали бывших избранных русского общества, когда-то пророков в своем отечестве, что страшно било по их самооценке, создавало глубокий психологический дискомфорт. Научно говоря, посттравматический синдром. Изглоданность с непризнанием рождало особое напряжение конкуренцию внутри самой диаспоры. Даже те имена, что наконец-то выбивались в мировые рейтинги, получали европейские кафедры и сцены, ощущали другую зияющую брешь в своем реноме. Игнорирование на родине, Советской России. Это было весьма чувствительно. Николай Бердяев в конце своей жизни писал, цитата, «Я очень известен в Европе и Америке, в Азии и Австралии, переведен на множество языков, обо мне писали. Есть только одна страна, в которой меня почти не знают. Это моя родина». Конец цитата. Воздаяние, оммаж этим сынам беспардонного Отечества, намеренно замалчивавшего их память, выбрасывавшего из культурного поля, это, безусловно, исторический долг современного исследователя. Сочиненным когда-то злонамеренным советским мифом об эмигранте как обязательном неудачнике, это еще одно клише. Сегодня следует противопоставить факты достижения удачников. Я так и назвала одно из направлений своих исследований. То есть того и тех, кто стали международным именем, нарицательным брендом, узнаваемым, общезначным феноменом в мировой культуре. И заметим, даже в одной группе граждан бывшей империи, испытавших в одно и то же время 1917-1920 года тот же голод, экспроприацию, физическое насилие, одни оставались, а другие уезжали. Во многих случаях уезжали лучше. Взрывной, волновой, бифуркационный исход после 1917 года сменился далее растянувшимся хроническим процессом. В терминах представителей школы анналов – long duré. Прошел век, нет масштабного исторического катаклизма наподобие Октябрьского переворота, а утечка мозгов стала ползучей и не стихает, заметно влияя на интеллектуальный потенциал российского социума. По данным ООН и Левада-центра, за границами России на 2017 год числилось 10,6 миллиона выходцев из Российской Федерации. Причем после 2012 года эмиграция образованного класса выросла в два раза, а с 2014 в четыре. В последние годы в два раза лиц с ученой степенью. С 2012 по 2017 эмигрировало из России 1 миллион 700 тысяч человек. Сравним данные первой волны, которые разнятся у разных исследователей, с полутора миллионов до 2,7, четырех миллионов, но в любом случае речь идет о сопоставимых цифрах. Россия стоит сегодня на третьем месте среди самых эмигрантских стран между Индией и Китаем. Тем более следует обратить внимание эмигрантоведов на изучение общих аспектов, в первую очередь социально-психологических, неизбывного конфликта интеллигенции и власти, системной невостребованности знаний и талантов на родине, у России всегда были, вспомним классику, «Лишние люди и лишние мозги», общегуманитарных причин, а также роли индивидуального выбора и личностных преференций в принятии решений об эмиграции, как и психология экзиля, проблемы адаптации и ассимиляции. Среди обязательных фактов истории первой волны эмиграции обычно упоминают философские корабли, увозившие по Ленинскому указу об административной высылке «Русскую мысль» в 1922 году. Высланных, как Лосский, Степун, против своей воли. Советы избавлялись от несущих вредные мысли. Однако, заметим, интеллектуал в России вызывал раздражение властей задолго до большевиков. Один из видных и достаточно левых исследователей семантики экзиля, Пол Табори, делает несколько специфических замечаний в адрес России, на которые стоит обратить внимание. Он замечает некую синонимичность интеллигенции и ссылки в России. Ведь экзайл – нормальное в кавычках состояние российского интеллигента на протяжении веков. Русский писатель, студент, интеллектуал, по словам Чехова, цитата, «то и дело в ссылке». В этом смысле для Табори название хрестоматийной пьесы Грибоедова – некий архетип. Кто идет в образованцы в России, как бы говорит он, обрекает себя заранее на горе от ума. Ум, умник, в России традиционно подозрителен, странен, чужд. История русской литературы – это история ссылок, заключений судов, тюрем, допросов, цензурных запретов, именно потому, что через все это прошли авторы и их персонажи. Изгнание и искоренение разными способами умнейших, талантливейших, критически мыслящих, обречение их на различные формы гражданского уничтожения, от объявления сумасшедшими врагами народа до публичной казни через повешение – таков исторически освоенный инструментарий российской власти в обращении с интеллектуальной элитой. Все это порождало вокруг наиболее ярких представителей ее обстановку астрокизма. Русский интеллектуал, художник изначально должен был готовить себя к данной ситуации – непризнание, изоляции, запреты на деятельность, в конце концов, внутренней эмиграции, как булгаков. В России с точки зрения верхов всегда хватало лишних и преждевременных людей, сильно раздражавших государства. Можно сказать, что ум в России экс-территориален, ему место либо во внутренней резервации, или во внешней ссылке. Известная Мо Пушкина «Догадал меня черт родиться в России с умом и талантом» – тому подтверждение. Однако российская интеллигенция слишком сложный по составу феномен, чтобы упрощать эту проблему. И с ходу многочисленных представителей после 1917 года предшествовало размежевание идейного толка, которое было унесено и в эмиграцию. Эмиграция унесла с собой все противоречия, все домашнее, отнюдь не только лучшее, в том числе и весьма неприглядное, об этом не стоит забывать. Принято выделять и некие внутренние подгруппы. Так говорят о технической интеллигенции, сегодня IT, о творческой интеллигенции и так далее. В свое время Дмитрий Сергеевич Лихачев в заметках о русской интеллигенции признавался, что его очень, цитата, «смущает распространенное выражение творческая интеллигенция, словно какая-то другая часть нашей интеллигенции может быть нетворческой». Конец цитаты. Между тем, меня сегодня смущает не прилагательное в этом устоявшемся клише, а существительное. Ну ладно, старая интеллигенция России, а сегодня? Насколько, например, российское актерство может называться интеллигенцией? Или хотя бы просто демонстрировать основания для принадлежности к интеллектуальному классу? Вот в чем вопрос. Все это не второстепенные моменты для исследования иммигрантики. Я занимаюсь именно этой творческой интеллигенцией. Возьмем такой важнейший вопрос, как причина исхода творческой интеллигенции старой России после революции. Социологические исследования в этой области, в области отношения к революции, принятия решений об эмиграции, проведенные еще в 90-е годы, смотри труды Олега Знаменского, Ирины Купцовой, показали, что в матрице корреляции преобладали вовсе не политические факторы, а другие, а именно профессия, принадлежность к той или иной группировке, художественное направление, социальное происхождение. Словом, корреляционный анализ с ключевого момента, а исследовались анкеты ста представителей творческой интеллигенции, показал невозможность свести дело политическим взглядом. Для художника, в отличие от политиков или военных, согласно собственному признанию, гораздо большее значение при принятии решения об эмиграции имело положение в малой группе, то есть в своей художественной среде, признание или не признание некой субкультурой, своим сообществом, испытавшим серьезные деформации вследствие революции. Короче, оно принимало форму характерного вопроса, на который требовался ответ, можно ли мне творить дальше, не запретят ли власти, не затопчут ли свои. В одних и тех же внешне неблагоприятных обстоятельствах, голод, разруха, лишения, одни оставались, другие уезжали. Зачастую из одной социальной группы, из одной семьи, династии, приведу пример, актрисы Рощина Инсарова, ушедшая в эмиграцию, и ее сестра Вера Николаевна Пашинна, советская народная артистка, депутат, делегат и так далее. Таким образом, даже в случае массового исхода эмиграция всегда вопрос индивидуального выбора. Утрата прежнего положения в обществе, занимаемой социально-культурной ниши, привычного образа жизни и авторитета, цитата, «ломка всего строя искусства» Сергей Рахманинов, для отдельных творческих натур были непереносимы сами по себе. Неприятие новой власти и результатов их научной деятельности или творчества, обнуление общественной ценности этого творчества не оставляли другого выбора. Именно отсюда эмигрантский пафос первой волны спасти и сохранить, спасти унесенное, уцелевшее вопреки, восстановить прежние структуры российского социума, художественной среды в эмиграции, с ними вместе историческую справедливость. Писатель Михаил Арцебашев объяснял свое невозвращенчество, цитата, «Чужой дух воцарился над моей страной, она стала мне временно как бы чужой. Быть может, чужой останется навсегда». Конец цитаты. Таким образом, эмиграция для упомянутых категорий началась задолго до фактического пересечения границы. Вследствие социального переворота их родину подменили, экспроприировали. Она отказалась от них. Они в одночасти превращены были в отщепенцев, пасынков, изгоев якобы нового отечества. Эмиграция всегда начинается дома, когда еще не взят билет не на один пароход или поезд. Нетерпимость к инакомыслию, хроническая холодная гражданская война, неизбывное отчуждение власти от общества, оскорбительная бесцеремонность обращения государства с гражданами были и остались глубочайшей морально-психологической травмой для российского самосознания. Забегая вперед, скажем, это и стало тормозом развития гражданского общества даже при изменении политических координат. Именно здесь, а не там, интеллигенты первой волны стали лицами без гражданства, чужими среди своих. Опыт первой культурной миграции выявил еще одну особенность, весьма усугубившую трагедию русского человека в мире в 20 веке. К сожалению, малый интерес отечественной иммигрантики к вопросам этнопсихологии, к научному наследию Вунта, Вильгельма фон Гумбольта, Густава Шпета, с их понятием духовного коммунитета, языкового мировидения, к трудам недавно ушедшего Георгия Гачева с его сравнительно-типологическими тезисами про национальный космо-психо-логос. Все это имеет своим следствием отсутствие должного анализа и научной рефлексии многочисленных свидетельств, суммирующих индивидуальный опыт русских зарубежья. Речь идет о некой присущей именно русским черте особой укорененности в родной почве, замеченной как самими иммигрантами, так и иностранцами. Пол Табри в той же книге The Anatomy and Exile замечает, что вообще-то XX век как период величайших потрясений и миллионных миграций заставил многие народы сняться с места, превратил сотни тысяч людей в беженцев и лишенцев. Но, цитата, вряд ли нашлись среди них такие, кто переживал бы свою миграцию тяжелее русских. Конец цитаты. Отрыв от корней стал для них жизненной катастрофой. Традиционный изоляционизм российского общества, затруднявший затем процессы интеграции индивидов в чужую культуру, консервативные поведенческие модели, языковый барьер, мучительная ностальгия явились деструктивными факторами, мешавшие всем видам коммуникации и продолжению творчества в эмиграции. Писательница Эльза Триоле, чья жизнь в Европе сложилась вполне удачно, наблюдая русские судьбы, писала в своей книге «Рендейву дезэтранжей». Цитата. «Для человеческого существа естественно родиться и умереть в одном месте. И в этом смысле люди ничем не отличаются от растений. Вырванные из родной почвы они деградируют и погибают. Оторванный от своей страны человек испытывает постоянный телесный и психологический дискомфорт. Как инвалид, лежащий парализованным на своем ложе, он не может сам сменить позу, принять удобное положение, ибо то, что его парализует, называется тоска по родине. Это именно то, что миллионы мигрантов, иммигрантов, беженцев, ссыльных, экспатриотов, перемещенных лиц, а короче чужаков и пришельцев, чувствуют на деле. Это пребывание в бедных родственниках на краю чужой жизни граничит с глумлением и глубоким позором. Это подобно спанью на корридорной койке, передвижению на цыпочках, в испуге побеспокоить хозяев, ничем не нарушить покой их каждодневной рутины. Так называемая любовь иммигранта, принявшая его стране к новым небесам, обычно безответная любовь. И тем не менее. Конец цитаты. Ностальгия, успешно питавшая западную русскую моду, развесистую клюкву межвоенной романистики и особенно кинематографа, на деле для самих иммигрантов была медленно действующим ядом. Причиной самоубийств представителей поэтического незамеченного поколения в 30-е в Европе или позднее, с конца 40-х, после принятия известного указа Верховного Совета, причиной реэмиграции самых отчаявшихся в недружелюбной и негостеприимной к бывшим изменникам СССР. В эмиграции многие российские пророки ощутили себя без привычной паствы, читателей и зрителей, ущемленными в правах. Это влияло на их настроение, рождало состояние затяжной депрессии или русской тоски. Фетишизировало само страдание. Это часто воспринималось хозяевами, как неблагодарность за проявленную к ним терпимость и предоставление временного убежища. Творческие натуры, кризис идентичности, свою маргинальность в зарубежье переживали наиболее эмоционально. Бывшая актриса художественного театра Мария Германова, основавшая пражскую группу в зарубежье и вообще оставившая в своих мемуарах многоценных наблюдений, писала цитата. Эта бездомность на всех русских кладет отпечаток. Посмотришь в праздник, гуляют французы, у всех таких уверенные, сильные, хозяйские лица. Русские же лица даже в веселье нерадостные. Их можно узнать среди иностранцев не только по усталости, бедности, но и по выражению этой сиротливой бездомности. Даже у советских дерзкие, но все-таки несчастливые, а родства не помнящие лица. Конец цитаты. Мрачные лица эти местных жителей настораживали. Как заметила Зинаида Гейпиос, цитата, «Должно быть самый дух наш труден для восприятия». Непрекаянный в вечном подпитии русский эмигрант, надоевшийся своими воспоминаниями от подмосковных вечерах, персонаж парижского фольклора. Немцы, пережившие особенно массивный натиск русских беженцев в начале 20-х годов, напомню, что русский Берлин насчитывал более 300 тысяч эмигрантов, и русская речь на улицах по свидетельству Марлен Дитрих и Ольги Чеховой звучала чаще, чем немецкая, изобрели даже термин тяжелый и длинный написание «Russen Müdigkeit», то есть усталость от русских. Русский разгул, кабаретный надрыв, пляски князей в попахах, все это противоположной пафосной миссии русской культурной эмиграции, дескать, мы не в изгнании, мы в послании, полис мифа русского Берлина. Между тем, еще на Боковом, наиболее всесторонне описавшем русский Берлин, было замечено, что эмигрант – это амплуа, для некоторых весьма доходное, и не только для самих эмигрантов. В эмигрантике есть до ныне внушительный слой поп-литературы, поп-документалистики, как и псевдоисследований, с экзотикой и со слезой, успешно эксплуатирующей по-прежнему лубок, ностальгию и попахи. Десятки живописных страниц за прошедшие годы написаны, переписаны про русских таксистов и аристократов в Париже, дома моды с их русскими красавицами, этакий эмигрантский гламур, как и пресловутые рестораны вроде Максима с их эстрадными любимцами. При всем этом не развит диалог современной русской диаспоры. Он часто профанируется. На посиделках в современных самоварах и других ресторанах командированный из России бард, поет по-прежнему о поручике Голицыне, хрустит французской булкой, при том, что целая группа незаурядных людей эмиграции, целые диаспоры и даже мегаполисы с солидными русскими колониями, с многообразной и совсем не укладывающейся в привычные представления жизнью, далеко выходящей за рамки русского мира, не находит своих летописцев и исследователей. Конечно, культурные эмиграции в 20 веке стали нормой, но не являются ли они ныне зачастую скрытой формой другого, прелюдией к эмиграции? Уходят в какие-то странные гастроли, театры Европы, длительные оперные контракты, стажировки, зарубежные студии-лаборатории Аля МХАТ, джойнт-кинопроекты, желательно многосерийные, становясь перманентными художественными мигрантами, постоянно пребывая между здесь и там. Вероятно, все же там лучше поется и пишется, во всяком случае душевно комфортнее. Вот что разительно отличает их от сжираемых ностальгии деятели первой волны. Многие остаются надолго в зарубежье, чтобы просто, цитата, заниматься своим делом, как когда-то говорил князь Сергей Волконский, а не только каждодневно выживать, сводить концы с концами, биться за грант, за место в издательском или концертном плане. А для ученых, чтобы не приносить жертвы, не на алтарь науки даже, а на алтарь, спущенный сверху бально-рейтинговой системы, сегодня превратившейся почти в советское ударничество, невиданную ранее бюрократическую гонку за показателями. Эмиграция, прежде всего, в любую эпоху, следствие личного выбора, осознание собственного отчуждения от своего социума, доведенное до логической точки. Это результат неразрешимого, замаскированного конфликта между личностью и государством, личностью и неким властительным сообществом в его многочисленных модификациях. Давно нет совдепии, не угрожает, убегая в анекдот или уличный театр призрак коммунизма, а, скажем, уезжает за рубеж в 2007 году режиссер Анатолий Васильев. Художник и человек самобытнейший, ни в какие рамки не укладывающийся, ни с какими планами, показателями, рейтингами, абсолютно несоотносимый, всем театром мира признанный, представитель мирового движения нонконформистского искусства и коммерции, принципиально не занимающийся, знавший наперед, что не будет обслуживать новомосковскую буржуазию, а потому понявший, что будет изгнан, как изменщик мейнстриму, как сектант. Объясняя свое решение, он говорил, цитата, «Мой отъезд не относится к политической жизни страны, я художественный диссидент, добровольно изгнав себя из России, я умер для нее, так очевидно души умерших смотрят на дела живых, но они не могут вернуться, так и я смотрю со стороны на то, что происходит в России», конец цитаты. Через 10 лет он все-таки вернулся. Говорят, что он даже хотел открыть заново свой театр-студию, но не договорился с московскими властями и опять не укладывался в мейнстрим. Я встретила его однажды в Арбатском переулке. Он шел по улице в сумерках, никем не узнанный, отрешенный. Это был точно он, но по всему виду было понятно, нет, он никуда не вернулся. Культурная эмиграция, как эмиграция вообще, не историческая проблема. Она на повестке дня. Впрочем, многие из нас сами на деле уже давно эмигранты, порой того не ведая и абсолютно никуда не уезжая. Эмигранты от этой жизни в науку, в искусство свое дело. Не станет ли в отечественной науке профессиональное занятие проблемами культуры русского зарубежья, русского исхода в 20-21 веках в скором времени версии добровольного, научного и творческого отшельничества, ухода, эскапизма. Спасибо за внимание.